Впервые в истории театра на сцене геликон опера балетный спектакль. Это две женщины по произведению Тургенева. В главной роли прима-балерина Большого театра Мариана Рышкина. Она же хореограф и режиссер-постановщик спектакля. А это уже спектакль «Амок» по одноименной новелле «Цвейга». Хореографию ставила солистка балета Большого театра Виктория Литвинова. Это первая работа, где она выступает как самостоятельный хореограф. Это, конечно, было очень волнительно для меня, поскольку я не знала, насколько хватит ли у меня сил, как это будет. Естественно, это было большое волнение. Но когда я погрузилась уже в процесс постановочный, да даже до, наверное, когда мы начали обсуждать это уже с композитором, началось написание музыки, в тот момент я уже перестала об этом думать и волнение меня отпустило. Такую команду собрал известный артист балета, хореограф, педагог, народный артист СССР Михаил Лавровский. Оба спектакля решено было сделать одноактными. Я вообще люблю, когда везде и в литературе, и, естественно, в театральной деятельности, люблю, когда то, о чем пишет автор, о чем хочет сказать режиссер и, конечно, хореограф, это должно быть компактно и подано, так сказать, не растянуто. Ну, это мое мнение сейчас. Это должен быть смысл исполняемый, смысл сущности должен быть подан так, чтобы, так сказать, это было понятно зрителю. Дирижером-постановщиком спектаклей стал народный артист России Феликс Коробов. Он же организовал в Геликоне небольшую выставку. Это предметы из моего обихода. Это партитуры, по которым я дириживаю. Какие-то эскизы костюмов, в которых я выходил в театре. Фотография Рождественского, прижизненный дагеротип Верди, который заказал 13 выпусков для своих близких друзей. То есть это то, что он держал в руках. Этими балетными спектаклями завершается празднование юбилейного года Михаила Лавровского. Но это не значит, что постановки больше не увидит зритель. В Геликоне их снова покажут в следующем году.